С войны дошли до возможности появления вот такого странного урода существа. Так, эмбрионально сросшихся тройняж. Такая модель, двое говоря, двум требованиям по отношению к дракону. Во-первых, трехголовый, а во-вторых, три по органичности. Но, разумеется, это не выполнение задачи, а клюнуть, наоборот. Все настоящие игры начинаются только с этого момента. До этого у нас была набитка данных. Ну, просто материал необходимый для того, чтобы дальше можно было играть. И мы с вами в прошлый раз поразбирались с тем, что у этого уродца, как это ни странно, есть шанс, что его не съедят немедленно. И есть шанс, что он не погибнет с голода. Обратите внимание, ребята, это очень важная вещь. Значит ли это утверждение, что наверняка вот такой рожденный уродец не погибнет? Нет. Нет, конечно. Можно ожидать исключительно высокую смертность среди таких существ. Важно то, что в принципе возможен расклад, при котором такое существо не гибнет. Теперь, второй вопрос. А значит ли, что этому существу удачно удастся размножиться? Нет. Нет, совершенно не значит. Прежде всего, откуда он возьмет партнера? А если у него партнером является нормальная ящерица, то должен сработать кошмар Джеткина, о котором мы уже говорили. Помните, рождается птица с мутантным клювом? У нормальных совершенно родителей рождается мутантный птенец, у которого клюв крюшкообразный. По идее, такая мутация может оказаться полезной. Ну, удобнее охотиться, удобнее разрывать мясо добычи. Отлично. Такой птенец выжил, вырос. Вообще, с ним все хорошо. Допустим, он даже нашел подругу для размножения. Но какую наследственную программу передаст подробно? Измененную или обычную? Значит, потомство получит полное выражение признака или только частичное? Частичное. Еще более разбавленное, а правнуки? Ну и через десяток поколений что-нибудь останется от этого признака? Нет. Нет, он растворится. Вот это и есть та особенность, которую первым отметил Джеткин. И, как мы сказали, Чарльз Дарвин не нашел, как ответить на вот этот вопрос. В истории науки это несообразие так и вошло под названием «Кошмар Джеткина». В 20 веке уже после развития генетики стало отчасти понятно, как снимается «Кошмар Джеткина». И, ну, а к серединке 20 века разобрались полностью, почему на самом деле такой сценарий с растворением признака не сработает. Как вот совсем снять «Кошмар Джеткина». Правда, в рамках школьной генетики об этом никакой речи нет. Вот мы сегодня с вами будем работать не с самим, дракончиком, а с одной простой проблемой. Для того, чтобы происходило совершенствование вот этой схемы, необходимо, чтобы такие существа размножались. И вот тогда из поколения в поколение возможно какая-то ситуация. Более приспособленные выживают, менее приспособленные выгибают и происходит отладка признаков. Подгонка данной системы признаков под успешное существование в окружающей среде. Что, собственно, и называется естественно мотором. Так? Но вот для этого придется нам с вами покататься в генетике существенно глубже, чем это делается. Имеет смысл повторить основной аппарат генетичный. Ну, потому что прежде чем двигаться в незнакомое область, лучше привести в порядок знакомого областа. Генетика в некотором смысле является вариантом математики. От биологии, от всей прочей биологии, отделена достаточно сильно. Генетика — это язык. Так же, как математика, это на самом деле не наука никакая, это мета-язык. Особый язык, выработанный для описания известных фактов других наук. Естественная наука нацелена на что? Получать и проверять определенные факты. Так? А математика? Математика — это язык, способный описать данные факты. Так? Так? И дающий механизм проверки реальности или нереальности, вероятности или низкой вероятности того или иного события. Ну вот, давайте поэтому начнем с генетического словаря. Кто может дать определение гена? Гена — это участка ДНК, с которого остается чипсо-1, 2, 3, 4. Ух, как хитро. Можно, конечно, и так определить, но для сложных случаев это не подойдет. Дело в том, что у нас с вами, у эвакариот, копия, которая снята с гена, дальше будет обрабатываться. И достаточно часто она нарезается на несколько пусков и тому подобное. Чтобы определить просто через снятие копия, давайте все-таки попробуем разбираться по этапу. Во-первых, ген — это единица наследственной информации. Целостная, осмысленная единица наследственной информации. Ну, вроде как слово в любом языке. Возможно ли существование слов без носителя? Вот так, отдельно существующие смыслы бывают? Нет. Нет. Вот мы с вами общаемся. Что при густной речи является носителем смысла слова? Нет. Звуковая волна. Звуковая волна — это вообще физически реальное событие. Да. Вполне себе. Я шлю звуковые волны, так, так, в модуляциях которых закодирована некоторая информация, которую вы воспринимаете. Отлично. А могу я сделать иначе? Обратите внимание. Я говорю слово «мама». Теперь я сделал вот такое действие. Материальный носитель остался тем же самым или изменился? Нет. Изменился. Изменился. Материальным носителем этого действия является мел и доска. А что не изменилось? Смысл. Смысл. Информация, отключенная, данное сообщение. Понятно? Ну, на самом деле, я могу это же слово набрать на экране компьютера, на мне точку вывести. Так, и в этом случае опять сменится носитель, а вот смысл? Смысл. А смысл останется почему? Итак, вот немножечко разобрались между смыслом сообщения и носителем. Отлично. Если ген — это единица, наследственная информация, то он должен быть на чем-то записан. Что является носителем генетической информации? Ну, громче. Да. Гигантская супермолекула дезоксирибонуклеиновой кислоты. Принципы кодировки, принципы записи мы сейчас с вами разбирать не будем. Если кому-то интересно с этим разобраться подробнее, это можно отдельно за рамками курса посидеть, поразобраться, как, собственно, устроен язык передачи наследственной информации. Это, конечно, но не сейчас. Сейчас нам достаточно, что на этих супермолекулах каким-то образом записана информация о признаках, так как эту информацию можно читать. И, соответственно, эти признаки в клетке обладателя информации строить. А можно эти признаки откопировать и передать потом? Слава. Каждая такая отдельная инструкция называется геном. Теперь вопрос. Какая реальная информация записана в генах? Что там записано? Построение белка. Да. На самом деле, наша наследственная информация — только один единственный вариант записи. десятки тысяч инструкций по построению разных типов белковых молекул. Все, точка. Больше там ничего нет. Скажите, пожалуйста, а по наследству передается окраска глаз от родителей детям? Да. Да. Значит, цвет кожи. Да. Да. Темперальный. Да. Ну и так далее. Масса признаков. Вопрос. А почему здесь белки? Ну, вроде окраска глаз — это одно, а темперамент — это вообще совершенно другое. Ну, так это тоже белки. Белки, извиняйте, это как? Чертовски интересуюсь. Темперамент это белки? Не знаю. Или способность к решению дункеровских задач? Не знаю. Может, какая-то концентрация определенного белка? Ну, если она слишком высокая, то это человек станет более агрессивным. Не знаю. О, как. А с какого переговора? Агрессия — это уже очень сложное проявление. Это поведенческая реакция, причем комплексная, системная. А белок-то здесь при чем? Ну, ладно. В основном с поведением эта штука вообще очень сложная и, на самом деле, исследована еще далеко до любого не полностью. Простой мирный признак, хорошо наблюдает. Ну, цвет волос, скажем, или цвет глаз просто наблюдается. Просто. Исследовать передачу из поколения в поколение можно? Да. Можно. Плюс, скажем, можно еще подтянуть всякие разные старые записи. Посмотреть, какого цвета глаза были у бабушек и дедушек. Ну, это могло бы где-то быть записано. Могу. Посмотреть, какие глаза у родителей, какие глаза у детей, потом у внуков. И смотрим, как этот признак из поколения в поколение передается. Ну, давайте напряменье цвет глаз попробуйте объяснить. Вроде бы как наследуется. Наследуется. Наследуется, на самом деле, хитро, достаточно заметно. Но наследование есть. А в генах записаны только белки. А белки здесь при чем? А белки, как у нас, на самом деле, шага пишешь. Ну, так, так, так. Что такое кассета в кассетном, я не знаю, клейере представляете себе? Или вы все уже исключили? Вот кассета, вот не такой. Ага. На чем там, собственно, сигнал записан? На ленте. Ага, на ленте. А лента однородная, в смысле материала? Да. А черт, аж два. Основой ленты является лапсановая пленочка. Глинная, тонкая полоска из лапсана, которая никакой сигнал нести не умеет. Но она гибкая, очень прочная. Так? А вот на эту основу наклюлен ферритовый слой, который как раз очень хорошо магнитится и размагничивается. А значит, может быть носить электромагнитный сигнал? Да. Да. В результате получили бутажер. Раз. Два. Зачем лапсановая основа? Чтобы же не развалилось. Чтобы все не развалилось, чтобы частицы, несущие сигнал, оставались на своем месте, а не перепутывались. Вот если эти частицы перепутываются, что-нибудь можно с такой пленочкой прослушать? Нет. Ведь запись сигнала как раз вот на этих частицах происходит. Это понятно? Да. Ну, так что у этого носителя как минимум два компонента. Структурная основа и часть, которая, собственно, записывает сигнал. Вот это ясно? На самом деле молекулы ДНК точно так же устроены. Если вдруг кто помнит структуру, вам ведь какая ситуация? Через фосфатные остатки из сахара, я сейчас очень упрощенную структуру рисую. Вот эти пятиугольнички от пятиуглеродной сахара, дезоксирибоза, кружочки, это остатки фосфорной кислоты. Вот мы получили такую ленту. Ребята, это не структурная формула. Если кому интересно, а потом расскажу, что структурная формула, она иначе будет. Это схема, показывающая просто порядок, порядок соединить. Ребята тут можно бесконечно растить и туда, и сюда, и так далее. И если к ней в определенной последовательности привязать носители информации, то носители информации будут перемещаться или нет? Не, не будут. Что является носителями информации? Четыре переменных части, которые могут входить в состав молекулы ДНК. Кто помнит название азотистых сновых? Адемин, тимин, уанин, цитазин. Вот эти переменные можно в определенной порядке вот сюда цеплять. И мы будем получать некоторую закономерную запись. Это, собственно, и есть материальная основа записи генетической информации. Генетический код – ревнейший язык в нашей Вселенной. Самый настоящий язык. Своими синонимами, правилами чтения, там, я не знаю, знаками препинания и так далее. Ну, отлично. Мы на этом языке записали некоторую информацию. Что делает клетка, прочитав некоторые гены? Клетка имеет механизм чтения гена, включающий нескольких участников. Ну, в частности, малюсенький органоид, не мембранный, а органоид клеточный, который есть абсолютно у всех. Называется рибосома. Рибосома – это молекулярные автоматы, которые могут, используя вот эту информацию, собирать определенную последовательность аминокислотной цепочки. А каждый вариант аминокислотной цепочки, собранный из 20 определенных аминокислот, как называется в биологии? Белки. Белок. Так. То есть, читая на рибосомий ген, можно построить определенный белочек. Отлично. А при чем здесь цвет глаз? А дело в том, что любой живой организм, в этом числе, как устроить? ДНК, вся система связанная с ДНК, это хранение информации, при помощи которых нужно строить маленьких-маленьких роботов, молекул белка. Знаю, представить, ну, по аналогии, роль белка в жизни, возникшей на Земле. Очень просто. Представьте себе систему специализированных роботов, каждая из которых умеет делать, умеет решать только одну задачу, одну единственную. Но зато он решает ее с дивной скоростью, практически не совершая ошибок, и с очень высокой производительностью. Почти все реальные события, которые происходят в клетке, связаны с работой белков. Важнейшая задача белков. Белки – это ферменты, катализаторы. Каждый из которых, каждый тип которых, умеет не просто ускорять определенную психическую реакцию, а ускорять ее примерно в миллион раз. Так? Таким образом, создав нужную команду ферментов, можно взять под контроль химические процессы в определенной системе. Нужна нам, допустим, строго определенная точка клетки, вот у нас клетка, вот здесь. Нужна реакция номер 1576. Так? Нужно? А вообще-то молекулы вещества находятся в покое или постоянно движутся? Свежие. Движутся, температурное напряжение. Внутри клетки намешано огромное количество самых разных молекул. Можно ли сказать точно, в данную единицу времени, какая именно реакция происходит в выделенной точке? Не, нельзя. Молекулы случайно попадают. Реакция носит случайный характер. А если мы в этой точке активировали фермент, который ускоряет именно задную реакцию, все остальные реакции тоже идут. Но задная реакция идет в миллион раз быстрее. В результате, какое вещество здесь в основном производится? А вещество номер, которое надо произвести. А вот в этой точке надо произвести вещество номер 813. Как это сделать? Активировать в этой точке фермент, который ускорит производство именно этого вещества. А вот здесь надо разрушить вещество номер, я не знаю, N. Как это сделать? Активировать вещество, фермент, разлагающий данное вещество. То есть, если мы имеем под рукой весь необходимый набор белков в ферментах, а заодно имеем такой волшебный ключ для активации и деактивации, мы можем взять под контроль все химические события клетки. Хорошо. А теперь, а как клетки реагируют на окружающие сигналы? Вот основа нашей с вами чувствительности. Элементарно. Белочек встроен в мембрану. Такие белки, встроенные в мембрану, будут называться белки-рецепторы. Во внешней среде происходят некоторые изменения. Допустим, температура поменялась, там, кислотность или еще что-нибудь. В ответ на это изменение, каждый белок строго определенным образом меняет свои химические свойства. До этого изменения данный белок ферментом не был, а вот теперь взяли и чуть подогрели клетку, этот белок стал ферментом. Если он стал ферментом, он ускорил реакцию? Да. Миллион раз. Любую или строго определенную? Строго определенную. Строго определенную. В результате, если температура ниже температуры реагирования, то этого процесса клетки не уйдут. А если температура поднялась до температуры реагирования? Да. Отлично. Клетка отреагировала на изменение температуры. А если вы поставите белки чувствительные к свету, в мембрану? Да. Тоже так. Клетка отреагирует на освещение и затемнение. А если белки чувствительны к давлению, то он отреагирует. Ну и так далее, и так далее. А сумма чувствительности. Клетка может принимать в себя только то, что ей надо, и выбрасывать из себя то, что ей не надо. Как это делаем? Ставим такие же мембранные белки, которые будут определять и сбирать мою проницаемость. Но, ребят, вопрос цитологии, а вот это мы уже перешли к описанию жизни клетки. Для нас вопросы, в общем, достаточно далекие. Опять же, кому интересно, могу вынести в отдельный факультатив без всяких проблем. Но к глубокому цитологии кататься мы сейчас с вами не будем. Важно запомнить одно. И, вероятно, для тех, для кого это материал номерки записать, все основные процессы в живых организмах определяются белками. Движение, чувствительность, транспорт, синтез, рост. Все это функции разных белков. При этом, как правило, каждый белок умеет делать все, что угодно, или только строго определенную вещь. Только строго определенную вещь. Белки – узкие специалисты. Поэтому, что надо сделать, чтобы подчинить общим правилам все в жизни клетки, так, чтобы она могла расти, двигаться, питаться, размножаться и так далее. Так, достаточно насинтезировать, точнее, программу синтеза, так, нескольких десятков тысяч белков, как минимум нескольких тысяч. Бактерия обходится примерно пятью тысячами. Вот так. И, соответственно, синтезировать данные белки, во-первых, вовремя синтезировать нужный белок, а во-вторых, вовремя его активировать. Ну, а когда он отработал, деактивировать. И тогда наберем под контроль все процессы. Здесь идущие. Это словно. Кусок генетической программы, на котором как раз записана информация о синтезе белков одного типа, и называется ген. Это ген. Это участок ДНК, на котором записана информация, необходимая для синтеза белков одного типа. Для следующего белка надо читать следующий ген. Как вы увидите позже, ситуация реально, конечно, сложнее. Так, оказывается, что кроме белков там еще как минимум одна группа веществ может записываться. Ну, а это уже дальше. Теперь, в первом пределении, которое вы предложили, фигурировало РНК. Гены откусов ДНК, с которых копируется РНК. Модель наша следующая будет. Вы стали владельцем мировой суперкорпорации, которая вообще собирается подчинить весь мир. И у вас есть гениальный совершенно план по полному подавлению конкурентов. Он вам пришел в голову, вы его записали, и вы совершенно точно знаете, что надо делать, чтобы полностью подавить всех конкурентов. Скажите, пожалуйста, где вы этот план буйки храните? Вот просто напишите и на стол побольше. Нет, в сейфе. В сейфе. Ага, план секретный, не дай бог конкурентов узнает. На фигуре. Ага, на фигуре. Ну, хорошо. Во всяком случае, в каком-то тайном месте. Широкий доступ остальной публике будет открыть? Нет. Не в коем случае. Но вы шеф, не рабой суперкорпорации. Для того, чтобы ваш план реализовывать, должны совершать некоторые действия местные отделы вашей фирмы. Или они вообще бездействовать должны? Не бездействовать. Правильно. А для этого должны директора местных филиалов знать, что им надо делать. Не надо. Должны. Ну и вы что, каждому директору местного филиала полный план действий? Нет, просто говори то, что ему надо, если он участвует. Ого, го, го, го. А весь генеральный план где держать вы у себя в секретном месте? Вот совершенно так ведет себя клетка. Самое ценное, что у нее есть в жизни, это как раз запись наследственной информации на ДНК. И держит она ее в сейфе. Так? Значит, как называется этот сейф ядро. 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 ДНК категорически запрещено выходить из ядра. Вот клетка. Вот ядро. Ядро окружено даже не одной мембраной, а двумя мембранами. Вход и выход из ядра контролируются белками. То есть пройти наружу или внутрь можно только выполняя строго определенного условия. Так вот, выход для ДНК не предусмотрен. То есть ДНК всегда здесь. Если вдруг, в силу каких-то чудовищных обстоятельств, фрагмент ДНК оказывается здесь, то белки отводят этот кусок и засунут куда? Вверх вообще. Вот сюда, где надо храниться. В этом, собственно, и заключается механизм действия вируса. Вирусная чтица переносит свою ДНК вот сюда, в стоплазму. После этого что делает сама клетка? Засунет. А она сама засунет этот кусок в ядро и дальше будет с ним работать, как со своей родной ДНК. Хорошо. Но если у нас вся наследственная информация только в сейфе, может ли клетка реально работать? Нет. Нет. Поэтому, как встает дело? Ну вот есть у нас венюющая лента носителя. Здесь написано, кстати, кто понимает, сколько примерно генов у человека. Ну, число это достаточно ориентировочное. Но вообще-то вся совокупность генов данного организма называется геном. Ударение делается на пол. Геном. Полная совокупность генов данного организма. В геноме человеку около 30 тысяч генов. Много это или мало? На самом деле среднее. Это весьма среднее количество. Есть организмы, у которых намного больше генов. Есть организмы, у которых намного меньше генов. Так что, пожалуйста, не считайте, что раз у людей возникла мания величия, они считают себя самыми умными, самыми важными и так далее, то они самые, допустим, генетически сложные. Здесь масса своих не настолько очевидных вещей начинает сорвать. А теперь, как реально живет леточка, нужен ей определенный генов. А программа синтеза этого белка записана вот здесь, на этом участке. Значит, на этом участке активируется механизм снятия копии. Абсолютно так же, как и в нашей модели суперкорпорации. У вас есть генеральный план, храните вы его у себя в секретном компьютере. Кстати, а к интернету вы его будете подключать? Нет, ни в коем случае. Сопробно. Он у вас не в сети. А к какому-нибудь местному директору. Значит, вы взяли на флешку, скопировали кусок плана, который касается местного директора. Так, и уже местных ведетов. Но если откодировать наследственную информацию на тот же материал, на ДНК, можно ли выпустить стопластную? Не, не выйдет. ДНК не имеет права выхода из гидра. Поэтому снятие копии происходит на близкородостное вещество. Как называться такая маленькая копия? ДРНК. Ригунуклеимые вислотами. Итак, сняли вот этот копия. А ДНК из гидра выпускают. Итак, откопированные варианты генов попадают в стопласт. Пришли на эрбасону, и, соответственно, они читаются, строится белок, и белок начинает работать внутри клетки. Это мы с вами немножко вспомнили. Самую-самую основу, касающуюся генов. Вот теперь более-менее понятно? Значит, народ, сразу учтите, что реальные механизмы, связанные с этим чтением и с получением активного белка, конечно, во много раз сложнее. Мы с вами только предельно упрощенную схему смотрели. Хорошо. Но это у нас пока достаточно.